Приветствую вас, значит, смотрите, какой момент вы пытаетесь проанализировать своего ребёнка, да, то есть, ну, понять, почему он ведёт себя именно так, почему с ним происходят такие вещи, неприятные для вас, вот, и что с этим делать. А вас не настораживает тот факт, что ребёнок скромный, что ребёнок терпит туалет, при гостях не ест и так далее. Вас не настораживает тот факт, что ребёнок, по сути-то дела, ведёт себя скромно, слишком скромно. Его возраста не должно быть такого скромного поведения. И это заставляет меня задуматься на тему того, какая у вас модель родительского поведения. То есть, почему вы воспитываете своего ребёнка так, что он стесняет взрослых? С чем это связано? На мой взгляд, тут прямое ваше влияние. И вот нужно разбираться с вашей моделью родительского поведения, нужно смотреть, как и что вы даёте своему ребёнку, и вообще в какой форме вы это даёте своему ребёнку. Как вы к нему относитесь, что вы ему вообще позволяете, почему вы его, например, допустим, ругали, вот как вы говорите, да, и так далее. Это всё важные моменты. Ваш ребёнок, он, вероятнее всего, не хочет просто-напросто взрослеть. Вот, не нравится ему взрослеть. Не хочет становиться взрослым. Хочет он продолжать быть в этом вот состоянии, когда он вроде как маленький, и ему всё можно. Знаете, не хочет брать ответственность. Не хочет взрослеть. И момент такой, да. Почему? Почему не хочет взрослеть? Что мешает ему это делать? Знаете, вот, вот, вот как, вот о чём нужно задуматься. И, соответственно, сразу будут вопросы. Такие соответствующие вопросы, вопросы соответствующие будут. Да, то есть, как бы, ну, а, собственно, почему ребёнку выгодно такое состояние? Почему ребёнку нравится, что он вот так ведёт себя? Понимаете? И с этим нужно разбираться. Нужно разбираться. Анализировать вашу модель поведения, сперва очередь. А там уже, э, дальше будет видно. Я думаю, что скорректировать ваши отношения к ребёнку будет, в общем-то, вполне мощно. То есть, мне не представляет, что это чем-то сложно. Но для этого нужна работа ваша. Для этого нужна работа отца, потому что отец это важная фигура в жизни мальчика. И мне, опять же, здесь не очень понятно, почему вы говорите только про себя, что вот есть я, есть мой сын, а где отец во всей этой истории? Где, где папа, что папа делает, вот, почему папа не придёт и, например, не скажет ребёнку, что, ну, ты хочешь быть взрослым, ты хочешь быть мужчиной, вот, ну, соответственно, давай будем учиться ходить в туалет, там, как взрослым, допустим. Почему нет авторитета у ребёнка, для ребёнка? Вот об этом надо думать. И подумайте, как мужского родственника, если нет отца, привлечь к воспитанию ребёнка. Вот это мальчик. Это будущий мужчина. Вы, 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 никак, вот, как бы вы не хотели, вы его, эээ, воспитать адекватно, если можете, потому что вы женщина. Ну, не, нужна мужская фигура, запомните это. Без мужской фигуры, эээ, дела не будет. Вот так. Так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас дополнительные вопросы остались, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.